Денис, приветствую тебя. Привет всем. Традиционная для четверга встреча. Обсуждаем рынки технически, фундаментально, то, что на них происходит. Делаем, друзья, для вас, для того, чтобы было больше информации о принятии торговых решений. Знаем, что информация сейчас очень важна, особенно на таких рынках, которые показывают чудеса волатильности, бьют рекорды, обновляют, тестируют психологические уровни, и эти тенденции, по моему субъективному, конечно же, мнению, скорее всего, будут какое-то время еще на рынках преобладать. У нас сегодня, кстати, эфир с тобой перед нонфармами, завтрашним отчетом, который выпадет еще на Страстную пятницу. Поэтому я заранее хочу подсветить, что на рынке, да, очень такое распространенное, расхожее мнение, что в условиях низкой ликвидности, как правило, не стоит ожидать каких-то мощных движений. Но я с позиции, как бы, собственного опыта могу сказать, что если на низкой ликвидной торговой сессии выпадает какой-то реально стоящий фундаментальный отчет, движения могут даже превзойти показатели, средние показатели волатильности. И чтобы не попасть в процессах, рекомендую, я думаю, в действии профессиональной рекомендации, соблюдать риски, контролировать загрузку депозитов. Это, как и всегда, очень важно. Ну что, сегодня что можно обсудить? Я предлагаю посмотреть на золото, учитывая, что выше 2000 уже, оценить ситуацию с европейской валютой. Можно посмотреть еще и нефтянку. Опять же, затронем все активы разных сегментов финансовых рынков. Думаю, что удовлетворим запросы большинства из нашей аудитории. Давай к демонстрации экрана. Ну, начну буквально пару слов, чтобы подсветить общую тенденцию по индексу доллара, потому что, понятно, индекс доллара коррелирует с европейской валютой против американской. Так. Индекс доллара 101.58. Четырехчасовой таймфрейм. У меня сейчас в терминале. Мы видим то, что сегодня инициатива на стороне продавцов. Пытались вытащить за пределы вот этого нисходящего канала, который, я думаю, всем виден. Но не очень-то вышло. Снова снижаемся. Я допускаю, что и почти уверен, что это нисходящая динамика продолжится, потому что она опирается на вполне обоснованный фундаментальный фон. Это слабые отчеты. Даже не нужно стараться поискать какой-то неплохой релиз. Их за последние две недели вообще не было. По американской экономике, что закрывали прошлую неделю провальными отчетами по личным доходам, расходам по межиканскому индексу, то на этой неделе у нас и показатели торгового баланса, динамика заказов в промышленном производстве, индексы деловой активности в сфере услуг, это вчерашняя статистика, но все на локальных минимумах. И, к сожалению, многие говорят, что это тенденция, которая подтверждает общую слабость американской экономики. Но я предлагаю смотреть на доллар, на потенциал его слабость не только исходя из такой прямолинейной логики, что хоть плохая статистика, доллар нужно продавать. Нет, конечно же, здесь не такие нужно делать выводы. Нужно понимать, что чем слабее данные, тем меньше будет у Федрезерва уверенности в том, что стоит получать ставку снова на 25 байсных пунктов хотя бы. Заседание, напомню, состоится в первых числах мая, то есть фактически через три с небольшим недели. Время летит очень быстро. И не успеем им маркнуть, как это заседание собственно покрадется. Я тоже разделяю позицию тех, кто считает, что ставку не повысят. И это не только, скажем, мое мнение тех, кто разделяет такую точку зрения. По данным инструментов Headwatch от Чихагской биржи, мы сейчас можем посмотреть на позиционирование или убедимся в том, что вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов ниже 40%. Если завтра нонфармы выйдут плохими, то, разумеется, вероятность повышения ставки на 25 байсных пунктов станет, разумеется, еще ниже. Я в этом не сомневаюсь, я жду слабый отчет и жду, что все-таки рынок наконец-таки осознает, что в условиях текущей экономической реальности Headlesser самое лучшее, что он может сделать, это вообще ничего не делать. Поэтому жду дальнейшего развития нисходящей динамики движения на юг по индексу доллара и, как отмечали аналитики UBS, в рамках апреля мы легко можем увидеть 100 пунктов ровно. Что касается европейской валюты, здесь ситуация ровным счетом наоборот, с точки зрения корреляции. Чем слабее доллар, тем, соответственно, привлекательнее европейская валюта. 1.0911 у меня прям заветная цель. 1.10. Я думаю, что мы до нее доберемся, потому что я прогнозирую тест этого уровня уже на протяжении нескольких недель подряд. И очень рассчитываю на то, что это произойдет. Либо сегодня, ну что-то осталось фактически 90 пунктов на высокой интенсивности торгов, легко можем достичь данной планки. Либо сегодня, либо завтра уже, когда выйдут данные по Non-Farm Perls, это вполне реалистичная цель. В отличие от американских макроэкономических данных, европейская статистика классная. Вчерашний блок релизов по сфере услуг Евразума и Германии придраться не к чему. Еще хочу обратить внимание, что Резервный банк Новой Зеландии повысил процентную ставку на 50 байсных пунктов. Это как бы аргумент для тех, кто считает, что нет, центральные банки уже не будут агрессивничать в плане роста процентной ставки и не будут активно повышать ставку. Вот, пожалуйста, будут. Некоторые уже повышают, потому что, в отличие от Федрезерва, опираются на сильный фундаментальный фон и более-менее бодрый банковский сектор. США этим сейчас похвастаться не могут. Следующим будет Европейский центральный банк. Может быть, не на 50 байсных пунктов, но на 25 точно. И с анонсом того, что такой шаг корректировки показателя ключевой процентной ставки может сохраниться до конца этого года. И в перспективе, я думаю, что евро сохранит за собой вот это лидерство и сможет выйти на новый локальный максимум. Поэтому, друзья, я рекомендую рисковать. Я надеюсь, что вы уже в длинных позициях. Ну, до уровня 1.10 остается не так уж и много, поэтому можно ждать как раз евро вблизи данной планки. Золото. Ранее были рекомендации, что этот актив доберется до 2000 долларов за трость к унсуру. Ожидания оправдались. Мы увидели этот значительный рывок золота на этой неделе, который опирался как раз на выход слабых данных из США и, наверное, на четкое убеждение рынка в том, что золото сейчас это антикризисный инструмент. И несмотря на разговоры о том, что последнее решение стран ОПЕК плюс сократить объем нефтедобычи разгонит инфляцию, впоследствии приведет к росту доллара, я в этом пока не уверен. Мы видим то, что это сейчас игнорируется рынком, и золото интерпретируют как инструмент, который должен расти, когда сейчас в моменте снижается курс доллара, снижаются доходности американских облигаций и сохраняется высокая степень неопределенности, причем такого тотального формата, если брать и экономику, и политику. Мы приближаемся к историческим максимумам по золоту. Интересна будет твоя точка зрения тоже, что ты ожидаешь по этому активу. Но мне почему-то кажется, что не почему-то я объяснил аргументы. Я думаю, что золото все-таки доберется до исторических максимумов, закрепится выше и нарисует нам новый потолок, который станет уже реальностью для этого рынка. Так, еще я предлагал рассмотреть рынок черного золота, нефти. Давай это сделаем. 84,50 текущей котировки после открытия с ГЭПом в понедельник, постфактум решения страны ОПЕК сократить объем нефтедобычи еще на 1,6-1,7 миллионов баррелей. Да, последовало мощное восходящее движение, и сейчас рынок консолидируется. Это нормально, что он консолидируется. Хорошо, что не ушел на коррекцию после такого взрывного роста. Причина. Рынок сомневается в том, что нефть хватит для мировой экономики, учитывая, что ранее страны ОПЕК осенью согласовали снижение добычи на 2 миллиона, и сейчас еще на 1,6. В совокупности минус 3,6 миллиона – это 3,6% мирового предложения. Очень и очень много. Вкупе еще с ограниченными поставками из России, я допускаю, что дефицит на рынке может все-таки стать проблемой. И многие инвестбанки, за которыми я слежу, Сити, Банк в Америке и в ВС, они считают, что золото подражает до 100 долларов за баррель уже к третьему кварталу. Я думаю, что 100 долларов мы можем увидеть даже пораньше, учитывая, что за 2 недели, буквально с конца марта по текущую торговую сессию золото выросло на 20%. Поэтому прошагать на таком фундаменте, как я сейчас, до сотки, в принципе, легко. Кто хочет рассматривать рынок нефти с точки зрения спроса и предложения и согласен с тем, что дефицит неизбежен, то, мне кажется, неважно, с каких уровней сейчас покупать в расчете на 100 долларов за баррель, эта сделка принесет очень хороший результат. Денис, слово тебе. Так, мы экран видим? Да, демонстрация пошла. Супер. Значит, я в целом с тобой согласен. Интересно, некоторые корректировки бы хотел внести по поводу уровней. Значит, по евро. По евро я тоже самое придерживаюсь варианта, что у нас будет приоритетное движение вверх. Здесь, прежде всего, связано с тем, что, да, не ожидается уже какого-то серьезного рывка повышения по ставке ФРС. И, кстати говоря, последние данные, вот я чуть-чуть уточню, практически 58% за то, что повышение будет на 25 базисных пунктов, то есть 0,25%. А вот то, что на полпроцента понизят, здесь уже 42%. То есть немножко переспределились. На прошлой неделе еще было чуть другое соотношение, но принципиально пока еще не поменялось ничего. В любом случае, у нас практически 4 недели еще до заседания, которое 3 мая состоится. Но я лично склоняюсь к варианту, что если прошлое повышение достаточно агрессивное было, то текущее будет, как мне лично кажется, последнее. То есть вряд ли, если повысят на 0,25%, вряд ли уже будут там особо повышать выше. Ну, посмотрим, что все еще может поменяться. Поэтому, я думаю, на этом фоне как раз рисковые валюты получат поддержку. По евро я за продолжение роста. Здесь я уточнил несколько методов, использовал. То есть основной профиль в последнем сегменте роста. Вот мы четко видим, где он находится. Предыдущий профиль идеально себя отработал. Здесь уже сделку благополучно закрыли. Просто суперское было движение. Все замечательно. Текущее, которое у нас сейчас вверх, да, я считаю, что оно до конца еще не реализовано. Дело в том, что вверху у нас здесь и техническая, и опционная зоны есть. Заливки по опционам тоже достаточно сильные делаются. Как вверху, так и внизу. Ну, внизу там на 1.03, 1.04. Но еще так же не стоит забывать, что завтра на биржах США выходной. И Европы, кстати, тоже. То есть страстная пятница. И, следовательно, то есть сегодня будут те месячные экспирации, которые должны были быть завтра. Поэтому сегодня экспирационный день. Я не жду никаких прям серьезных движений именно сегодня. Завтра уже на тонком рынке, конечно, волатильность, как правило, на тонком рынке достаточно высокая бывает. Поэтому по евро могло все-таки добить немного ниже в области основного профиля. Это вот 1.0825, 1.0870. Здесь же одна вторая маржинальная зонка находится. И прошлое накопление. И плюс локальная трендовая поддержка. Поэтому с учетом всех этих факторов я бы рекомендовал все-таки покупки вот от этой зоны искать. Но от нее будет безопаснее. Здесь диапазон тоже есть с торговкой. Но, как по мне, он все-таки слабее. То есть вот это будет поинтереснее. Тем более завтра могут еще и запросто сделать ложный пробой вниз. Там тень, например, дать и отсюда отлететь вверх. Могут запросто. Что касается индекса доллара. Здесь я полностью согласен. Движение вниз у нас основное приоритетное. Мы четко видим. То есть вот та часть, которая у нас локальное сопротивление выполняет роль. Цена как раз очень красиво уже коснулась этого экстремума. Чего, кстати говоря, по евро еще даже не произошло. Поэтому у них чуть-чуть небольшая разница и есть. Так что в целом, да, я ожидаю продолжение снижения по индексу доллара. То есть как минимум на ретест, а лучше на обновление предыдущего уровня в районе 165. И движение там хотя бы 100,5, то есть 150. А еще лучше вообще на сотку. То есть это такой психологический уровень. Хотя, что самое парадоксальное, психологический уровень, цена практически ни разу четко не видела. Хотя сам по себе отдельно взятый уровень сотка, ну, кажется вроде, да, такое круглое сильное число. Но тем не менее цене так, котировка начнет так не кажется. Поэтому индекс доллара, соответственно, вниз, противовес евро у нас вверх. А вот что касается золота и нефти. Значит, по золоту я даже несложно посчитать, сколько раз мы с тобой говорили о том, что будет у нас растущая тенденция, что лучше покупайте, покупайте. Помню, да, сколько раз об этом говорили на прошлых обзорах, где касалась тема работы золотом. И сейчас как раз вот этот сценарий реализовывается. То есть сделали весьма классическую формацию, на самом деле. Такой треугольничек, с него выход получили вверх. Единственное, что меня чуть-чуть в этом смущает, смотри, вот эта вот свеча, которая вверх была, если разобрать ее в футпринт, то он получается в верхней, прям вот одной пятой части свечи находится. То есть чаще всего так формируется кульминация. Но кульминация – это не всегда разворот. Кульминация – это еще может быть коррекция и потом продолжение движения. Плюс ко всему, по фичу блочными сделками начали закрывать частично продажи. То есть да, здесь формируется коррекция. Вопрос в том, откуда покупать. Я лично вижу всего одну зону, одну область для покупок. В район 1977-1990. Вообще потому, что выше при импульсе там толком ничего нету, там даже объема внутри футпринта не наблюдается. Плюс сейчас июньский контракт, в котором объемы начали заходить буквально только на этой неделе. На прошлой там они совсем были мизерные, сейчас вот только начали заходить. Поэтому если, здесь ключевое слово «если» дадут коррекцию к зоне, то от нее, конечно же, покупать на обновление максимума прошлого года в районе 2070. И в целом, если смотреть по опционам, то у нас основная цель находится в районе 2090-2100 долларов за тройскую унцию. Поэтому сюда потенциал роста просто, я считаю, огромен. Но для того, чтобы грамотно купить, лучше дождаться хоть какой-то коррекции, потому что с текущих, как по мне, слишком высоко. Мне лично не нравится, я пока не буду действовать. Только если спуститься к этой зоне, вот от нее буду уже работать. Что касается нефти, здесь я с тобой полностью согласен. Небольшое есть различие. Вот ты показывал на примере котировок Brent, а здесь нефть марки VTI. То есть по Brent не сделали обновление вот этих экстремумов, то есть как бы на полноценное перекрытие, по VTI сделали. И при этом у меня была здесь зона еще с прошлой недели, еще до вот этого гэпа, показана просто огромная накопительная, причем здесь огромнейшие проторговки были по акционам, плюс еще и зона акционного спрэнда. Все это в диапазоне 80-60, 81-90. Ну если грубо взять, то это 80-60, 82. То есть вот этот диапазон максимально сильный, который есть по нефти, именно марки VTI. Значит, я прикинул, насколько может быть вниз движение, и получается вот самая минимальная цель у нас, это как раз таки на перекрытие вот этого гэпа, потому что подобный гэп, это все-таки он не экспирационный. То есть это перекрытие, потому что в воскресенье объявило там ряд стран и Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Кувейт, ОАЭ о своем снижении по добыче нефти. Естественно, это вызвало у нас сумасшедший просто гэп понедельник. Но тем не менее, вот такая вот консолидация чаще всего означает, что рынок пока еще, то есть не готов двигаться вверх, текущий, то есть нет каких-то сильных покупателей. При этом точный объем у нас достаточно агрессивный сейчас заходит по верхушкам, это четко видим. Поэтому ясно несколько вариантов, что нам все-таки сделают откатное движение вниз. По опционам здесь идеально прям заливается на уровне 74.50. 74.50 это именно уровень по опционам. Сложно сказать, насколько прям глубокий, но я пока целюсь на 75, а там дальше в процессе буду уточнять. И после этого продолжение действительно роста, потому что вверху там тоже есть очень мощные заливки. Мы их видим в районе 90 долларов за баррель, но это по нефтемарке БТА. Следовательно, по бренду это где-то 95 плюс-минус. Так что да, в целом я согласен, но единственное, что после, я думаю, что все-таки после коллекции, потому что опционную зону подобную, цена, чтобы прошла с первого раза без реакции, ну, почти нереально. Нереально нечто подобное происходило вот здесь, кстати говоря. Хотя я ждал, что немного ниже пройдут. Вот была такая зонка внизу на 60 и 62. Здесь тоже очень сильный диапазон. Думал, что здесь добьют. И потом как раз хотел, думал, на 80 куплю от 62 до 80. Думаю, шикарное просто движение, но, увы, не добили, поэтому попробую сейчас взять вот эту коррекцию, а потом уже снова такие на покупке. Так что да, я в целом с тобой согласен. Единственное, только такую коррекцию тоже все-таки исключать не стоит. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Остается только следить. Еще раз напомню, что завершение этой недели обещает быть очень интересным, потому что все-таки отчет нон-фармы впереди может нести определенную лепту в динамику основных инструментов. Но я думаю, что тенденции, которые опираются на довольно серьезные паттерны, которые подсветил Денис и тот фундаментальный фон, который я озвучил, тенденции останутся такими, как мы ожидаем. Я надеюсь, что мы с тобой правы, Денис. Мы с тобой часто бываем правы. И надеюсь, что те, кто следит за нашим совместным контентом, все-таки тоже стараются конвертировать это в профитные сделки. И благодарны за это. Денис, ну а я со своей стороны тебе очень благодарен, потому что ты нашел время, подключился, обсудил со мной рынки. Тебе тоже хорошего закрытия недели и традиционно хорошо провести выходные. Пока. Спасибо большое тоже. Отличный, я считаю, сегодня был у нас эфир. Самое главное, узнаем в четверг, насколько он будет для всех нас прибыльным. Поэтому спасибо тебе тоже за мнение. Ну и, конечно же, с наступающими праздниками. Как раз у Стопастная пятница хоть немножко будет больше у нас выходных, что прекрасно. Ну все, пока. Спасибо всем. Пока-пока.